Перед Министерством экономического развития стоят сегодня важные задачи. К их решению специалисты профильного ведомства готовы. Об этом рассказал министр экономического развития в интервью нашему корреспонденту. Первым делом, по словам Сергея Абалоника, планируется изменить вектор развития приднестровской экономики в направлении Российской Федерации. Это создаст положительную динамику, что в свою очередь улучшит благосостояние граждан нашей республики. И на этом пути сейчас реализуются дорожные карты. Эти дорожные карты затрагивают, опять же, практически все направления деятельности Министерства экономического развития. От макроэкономической политики до налоговой политики. Серьезная работа предстоит также в секторе государственного имущества. Здесь накопилась масса проблем. Многие предприятия находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Необходима процедура оздоровления, заключил Сергей Абалоник. Все программы по реформированию инвестиционного климата и развитию предпринимательства формируются в тесном контакте с представителями бизнес и научного сообществ, общественных организаций. По словам министра, задействованы профильные ведомства, которые действуют в параллельных Министерств экономического развития направлениях. Это прежде всего торгово-промышленная палата и СПАП. Само бизнес-сообщество доверяет и ориентировано на то, чтобы работать с нами очень тесно. И это нас радует, поскольку мы не можем вести работу в замкнутом пространстве. 16 марта Министерству экономического развития исполнится 20 лет. Юбилейный год накладывает еще больше ответственности. Сергей Абалоник выразил надежду на то, что режим обратной связи и накопленный опыт теперь будут способствовать скорейшему решению проблем и поставленных задач. Ольга Гаврилова, Александр Корецкий и Павел Божонко. Первый Приднестровский телеканал.